всем привет изначально проблема была в том что родная лампочка перегорела она достаточно специфическая на 6 вольт и 5 ампер соответственно 30 ватт к счастью форм-фактор цоколя совпал с лампочкой поворотника автомобиля которую я приобрел но она была на 21 ватт соответственно это меньше для испытаний новой лампочки я подключил разобранный фильмоскоп к лабораторному источнику питания а также мне потребовалось белая ткань результат получился достаточно неплохое изображение было достаточно четким но менее ярким чем с оригинальной лампочкой 1 понижающий трансформатор 220 вольт до 6 мне не подходил поэтому вместо него я решил использовать блок питания на 12 вольт для этого в корпусе было проделано отверстие вставлен соответствующий разъем и но система функционировала нормально своим блоком питания к сожалению заказчик был не очень доволен яркости изображения поэтому мне пришлось заняться этим фильмоскопом во второй раз теперь же задача формулировалась следующим образом нужно было поставить максимально мощную лампочку с равномерным световым потоком которая бы меньше грелась чем лампочка накаливания потому что она там очень грелась потому что вентиляции никакой и там не предусмотрено особо по крайней мере активной вентиляции и все это нужно было сделать наименее колхозным образом к сожалению я был очень ограничен при выборе лампочки и ее размерами потому что не каждая поместилась бы в корпусе фильмоскопа нормально результате мной была выбрана джей у 5.3 которую можно видеть сейчас на экране и для того чтобы ее закрепить я взял секцию оригинального отражателя вынул его из нее из пластиковой карточки был вырезан держатель для лампочки и надо сказать что там она держится очень даже хорошо плюсом также стало то что больше не нужны не трансформаторы не блоки питания потому что эта лампочка питается 220 вольт и соответственно все необходимые преобразователь находится у нее внутри надо сказать что держатель удался потому что лампочка нисколько в нем не раскачивается несмотря на то что тряс я достаточно интенсивно отверстие для блока питания мне уже больше не нужно было поэтому мне пришлось его заделывать посредством клея из термоклеевого пистолета соответственно я заклеил отверстие изолентой положил все это на твердую горизонтальную поверхность и залил клеем как я уже говорил и постарался взять лампочку максимальной мощности соответственно это 8 ватт большей мощности лампочки такого типа я найти не смог и это как я понимаю эквивалентно где-то 70 80 ваттам обычные лампочки накаливания что явно куда как больше чем 30 родных ватт даже если не весь световой пучок будет попадать в линзу патрон соединен с сетевым проводом посредством клеммной колодки ненужные секции которые мною были отрезаны клеммная же колодка крепится к дну фильмоскопа в отверстия предусмотренное для крепления держателя оригинального патрона винтики клеммной колодки мною были покрыты небольшим количеством лака чтобы предотвратить раскручивание вследствие вибрации обычно я люблю заменять китайские дешевые вилки на более качественные но этот образец оказался весьма неплох поэтому я решила ее оставить процесс сборки корпуса я показывать не буду потому что это не очень интересно зато покажу конечный результат как видно и яркости четкость картинки улучшилась и это при том что обои у меня в комнате далеко не белая сейчас вы увидите их при свете люстры вот так что я думаю что достигнутый результат весьма весьма неплохой вот эта картинка это уже я тестировал фильмоскоп на работе у нас там есть белый экран и на нем все выглядит еще куда лучше на этом все возможно кому-то мой опыт в ремонтировании или улучшение фильмоскопа будет полезен силой